Всем привет, друзья, с вами Хьюго, и в этом видео по опыты я расскажу вам о своем топ-10 самых любимых основных оружий, которые я чаще всего использую на The Fish'е. Сразу вам скажу то, что этот топ я вас ставил лично по своему мнению, опираясь на нынешние реалии по статистике и также по личному опыту, которого у меня за плечами очень и очень много. Также, если у вас есть свой топ-10 самых лучших основных оружий, то не забывайте оставить его в комментариях. Также хочу вам сказать заранее, если вам понравится данный формат видео и также мое мнение по оружке в PD2, то уже второй выпуск по топ-10 самых лучших вторичных оружий для The Fish'е не заставит вас долго ждать. Ну и давайте же уже поскорее начнем. Итак, 10 место занимает замечательная винтовка под названием Eagle Heavy. На вид многие скажут, что это обычная винтовка, но не тут-то было. Лично я в этой винтовке вижу очень много позитивных плюсов на фоне других винтовок. Во-первых, когда вы получаете новую инфами и собираетесь как можно скорее подняться и пройти его, и получить как можно больше опыта. Допустим, вы собираетесь идти с налевым уровнем на какой-нибудь там крушитель, и у вас выбор оружия не слишком-то большой, всего лишь Таймкар, и чем оно 88, если вы не имеете ни одного DLC. Но, если у вас имеется гейдж-пак номер 1, то вы можете взять с собой Eagle Heavy абсолютно на любом уровне персонажа. Так что свое первое ограбление вы можете начинать с ним. Также главный плюс хочу отметить то, что эта винтовка имеет очень большой боезапас в виде 100 патронов. То есть вы имеете в сумме примерно 5 магазинов по 20 патронов. Также эта винтовка их очень-очень прекрасно поднимает с маленьких мешочков, которые оставляют после себя винты. Она поднимает оттуда от 5 до 6 патронов, что очень даже классно. Если вы будете стрелять по одной пульке каждому противнику в голову, она в реке или она ваншотит почти всех, кроме некоторых спешилов, то эта винтовка будет просто прекрасным выбором для начала новой инфами, либо для всех новичков. Также из плюсов этой винтовки я хочу отметить то, что у нее очень хорошая стабильность, прекрасная точность, ну и естественно комфорт игры с этой винтовкой просто на высшем уровне. Так что этот парень заслужен открывать наш топ и занимать свое 10 место. И 9 место занимает огнемет. Этот малыш превращает любого противника в жареный сухарик за какие-то считанные секунды, ну естественно кроме бульдозеров. Отличается тем, что он наносит чудовищный урон огнем за очень-очень короткое время. При этом после обжигания противника дает ему еще полный секунд погореть, что добавляет ему еще какие-то крупицы урона и сокращает его время жизни. Способен прожигать броню и также щиты. Также этот парень выполняет прекрасную функцию стана. Прекрасный станет огромный, либо небольшие кучки противников, не позволяет двигаться бульдозером, если вы начинаете его обжигать, отключает бег к локеру, если он начинает на вас бег, и также забивает захват тайзера, если он начинает бить током вас, либо ваших напарников. Так что огнемет очень забавная и прикольная штучка. Восьмое место забирает себе винтовка Кловер под названием Квинс в ровно. Понравилась мне эта винтовка сразу же после первого хайста с ней, как я только-только купил, и она выделяется просто отличной прицельной точностью стрельбы от бедра без какой-либо отдачи. И, хоть она имеет относительно средний урон на фоне других винтовок и также своих одноклассников, она вполне себе может обеспечить вам защиту на Веркиле и также на Дефиша при правильном прокачке и при правильном распределении перков. Также из плюсов этой винтовки я хочу отметить довольно большой безопас в виде 5 магазинов по 30 патронов каждый, и также неплохой фарм патронов. Седьмое место занимает шотган, который я описал в такую небольшую короткую фразу «Умри, либо попробуй вытанковать мой урон». Застолка прекрасный выбор для хайстов с ближней и также средней дистанцией. Выделяется на фоне других шотганов тем, что имеет очень-очень высокий урон и способна убить почти каждого противника на Дефиша с одного шота в голову. При этом выстреливать с одного выстрела до 8 дробинок. И каждая дробинка имеет тот урон, который прописан в характеристиках данного дробяка, который вы используете. Также эта досолочка выделяется несколькими довольно забавными модификациями, которые позволяют ее укоротить до абсолютно маленьких размеров, что позволяет использовать ее с додж-билдом и при этом носить еще больше урона и расширять ее потенциал еще больше. Также из плюсов этого дробячка хочу отметить его довольно-таки большой безопас в виде 30 патронов, что в принципе позволяет вам убить от 32 противников до 64 за весь этот боезапас, при этом не поднимая никаких патронов. Также у этой дробяка есть просто огромный выбор видов боеприпасов, которые вы можете использовать уже на свой вкус. 6 место с моим уважением забирает себе малыш, который пришел к нам прямо с заводов нацистской Германии. Встречайте, МГ-42. Я очень люблю пулеметы и как раз МГ-42 является моим главным любимчиком, так как имеет просто дикую скорострельность в виде 1200 выстрелов в минуту. Но на самом деле скоростность МГ-42 зависит от того, какие патроны вы в него подаете, ленточные либо барабанные. У нас в игре присутствует всего лишь один вид, а именно барабанные магазины по 150 патронов. И судя по исторической сводке, которую я читал и также смотрел, если вы подаете в МГ-шку ленты по 100 патронов, то примерно в минуту он может стрелять примерно где-то штук 12, то есть как раз 1200 выстрелов в минуту. Но у нас в игре почему-то сделан вот такой баланс, что мы используем барабанные магазины и выстрелили вот такое число. Но на самом деле МГ-шка может выстрелять в минуту как раз 10 магазинов по 150 патронов. Вы только представьте себе, 1200 выстрелов в минуту, это самая настоящая жесть. Недаром на Второй мировой данный пулемет прозвали циркуляркой Гитля, потому что он реально просто пополам перерывал людей и ломал им все возможные кости. И причем игра у нас идет не в исключении. Если вы сделаете себе правильный билд для пулеметов, который также есть на моем канале, вы сможете его найти в плейлисте по идее второго, то МГ-42 у вас на TheFish'е будет вызывать просто бурю эмоций, так как этот малыш просто не знает слова пощады и убивает просто все, что видит на своем пути. Если посмотреть на цифры и немножко уйти в математику, то МГ-42 с правильными модификациями и также скейлами способен в минуту наносить примерно 94 тысячи урона, что почти равно 10 бульдозерам на TheFish'е, что очень даже круто. При условии, если вы не будете стрелять по головам, но если вы будете стрелять по головам, используя сошки, то урон будет примерно где-то на полтора, а то и два раза больше, в зависимости от того, в какого противника вы уже будете стрелять. Также из плюсов этого пулемета хочу отметить просто огромный боезапас, который очень сложно отстрелять, тем более если вы имеете с собой патроны, либо скилл полная амуниция, и также этот пулемет прекрасно поднимает патроны без прокачки полной амуниции, по 5-6 патронов с маленькой кучки. И не могу отметить божественную стрельбу с сошек, которая полностью убирает отдачу и делает стрельбу с него настоящим наслаждением. Пятое место из середины нашего списка занимает самое мощное основное оружие в нашей игре, а именно Тантас 50-го калибра. Эта снайперская винтовка в состоянии убить почти любого противника на один выстрел в голову, за исключением капитана Винтерса. Даже бульдозеров она убивает на один выстрел в голову. Еще в далеком 2014 году, когда только-только вышла снайпер ДЛС, в котором как раз и лежит наша Тантас 50-го калибра, уже такие скилловые матерые игроки могли уже в то время прокачать правильно билды, используя только двух скиллов, а именно берсерка и навыков на увеличение урона с оглушителя, и уже в то время они умели убивать бульдозеров буквально за один выстрел. Со временем уже добавили турели, которые Тантас также убивает буквально с нескольких шотов, и также добавили капитана Винтерса, которые улетают буквально за 2-3 выстрела. Тут уже идет зависимость от того, какие вы навыки и также модификации используете для данной винтовки. Из прицов Тантаса хочу отметить просто дикий урон в виде 3000 почти единиц, без каких-либо модификаций и также скиллов, великолепную точность и стабильность. И если вы поставите на свой Тантас глушитель и прокачаете в своем билде 2 скилла, а именно берсерки и навыки на увеличение урона с оглушителя, то с одного выстрела вы будете носить 7614 урона, что очень-очень много, что почти сравнивало с выстрелом РПГ. И также хочу сказать немножко о минусах данной винтовки, то что она имеет всего лишь боезапас в виде 15 патронов, и она крайне очень плохо их поднимает без соответствующих навыков, а именно полной амуниции. Так что если вы берете данную амуницию, то лучше берите с собой либо скилл полной амуниции, либо хотя бы берите патроны, либо скажите вашим тиммейтам, чтобы они их взяли хотя бы немножко. Потому что патронов она ест реально много, и тратите ее, я вам советую, крайне на толстых противников, а именно бульдозеров, каких-то турелей, либо на капитана Винтерса. Стрелять по тазерам, к локерам и также шлятовикам, это уже на ваш дело вкус. Лично я думаю, что это уже слишком. 3000 урона для них это очень-очень много. Четвертое место с зубами вырывает себе вторая снайперская винтовка в нашем топе под названием Платипус 70. Полюбил я эту винтовку относительно недавно, после того, как ей наконец-то добавили глушитель, которого она не имела на фоне других снайперских винтовок. И после этого я ее для себя заново открыл. И теперь очень-очень часто ее использую и бегаю с ней почти на всех дефишах, используя свой билд с маньяком. И как раз эта снайперская винтовка очень сильно подходит, если вы бегаете с маньяком, либо на дефишах с использованием берсерка и также науков на увеличение урона с глушителями. Из плюсов этой винтовки я хочу отметить то, что с правильными скиллами и также прокачкой этой винтовки, она убивает почти всех противников на дефишах с одного выстрела в голову, за исключением бульдозеров и также капитана Винтерса. Бульдозер умирает примерно на 3-4 выстрела, если у них есть броня на голове в виде щитка и также стекла. Если броня у них уже сбита, то вам понадобится всего лишь два выстрела, чтобы их убить полностью. Из ярких плюсов также хочу отметить то, что у нее прекрасная точность и стабильность, так же как и у Танатаса, и очень большой боезапас в виде 32 патронов. Так же дроп патронов у нее просто великолепный. С каждой кучки патронов убитого противника она поднимает ровно по одному патрону. То есть берете одного противника, поднимаете кучку патронов, останавливаете патроны, которые вы на него потратили. Идете, берете следующего и так до тех пор, пока вы начнете либо мазать, либо пока не встретите бульдозера. Так что с правильной прокачкой модулей и так же скиллов под эту винтовку, играть с ней на дефише одно удовольствие. Итак, мы подбираемся уже к тройке лидеров. Третье место занимает легендарная винтовка под названием Кар-4. Я с честью отдаю ей это место. Кар-4 любимится среди всех игроков по идее 2-го. За счет того, что она имеет просто огромную кучу модификаций. Вы можете превратить Кар-4 замечательную снайперскую винтовку. Можете превратить его в отличную штурмовую винтовку для лаут-дефишных хайстов. Можете превратить его в отличный стелс-карабин с 30 скрытности, что очень вам поможет в уменьшении скрытности, если вы идете на стелс. Вы можете сделать с ней абсолютно все, что хотите. Модификации на эту винтовку просто целый вагончик и также маленькая тележка. Из плюсов этой винтовки я хочу отметить, что у нее очень высокий боезапас в виде 150 патронов. Поднимает она патроны также с винтов очень-очень хорошо, без прокачки даже, полной амуниции. И также точность и стабильность и урон полностью регулируются под вашу игру. Вы можете настроить ее как хотите за счет огромной кучи модификаций. Так что Кар-4 достойно занимает третье место нашего топа. Второе место с почетом занимает, как ни странно, винтовка Кларион, либо же Фамас. Люблю я и уважаю эту винтовку за ее дикую скоростность, которая почти сравнима с МГ-42. Фамас делает ровно 1000 выставок в минуту, что делает его просто великолепным оружием для Дефиша и также многих других сложностей. Имеет он также просто огромный боезапас в виде 240 патронов, имеет прекрасный форм патронов, без прокачки полной амуниции. Также отличается на фоне других винтов прекрасной стабильностью, но расплачивается за это точностью. И при правильной прокачке скилов и также модулей на этой винтовке, этот красавец убивает все, что движется на Дефиша. Я уже не говорю про другие сложности. Ну и наконец-то мы добрались с вами до вершины нашего топа, сегодняшнего топ 10 самых лучших основных оружий для ПДФ 2. И перед тем, как узнать имя сегодняшнего победителя, я хотел бы вспомнить тех, кто не смог добраться до нашего Эвереста. Итак, друзья, мы подобрались к вершине нашего топа и думаю, что уже многие докажутся, что же за винтовка будет на первом месте. Итак, встречайте, М308. И лично я считаю то, что данная винтовка считается одной из самых лучших из основного оружия в ПДФ. И также считается эталоном всего оружия в ПДФ. Итак, М308. Она носит с выстрела 172 единицы урона без прокачки каких-то либо скилов при использовании только модификации на эту винтовку. А уже со скиллами, а именно берсерками и также навыками на увеличение урона с С глушителей, М308 будет носить с С выстрелой 428 единиц урона. Точность и стабильность данной винтовки находятся просто на самом высоком уровне, по 100 единиц каждая. И, конечно же, самый главный сок в данной винтовке считается урон в минуту. Ее скоростность составляет 706 выстрелов в минуту, что позволяет вам носить примерно где-то, грубо говоря, 302 тысячи с половиной урона в минуту. Вы только представьте, 302 тысячи. Это примерно 31 с половиной бульдозера на Дефише. 31 с половиной. Это просто нереальные числа, но эта винтовка наносит такой урон на данный момент в нашей игре. Также одним из самых главных плюсов этой винтовки я хочу отметить то, что она имеет очень большой боезапас в виде 70 патронов. Также она имеет очень хороший дроп патронов без прокачки скилла, полная амуниция поднимает она где-то примерно по 2-3 патрона. Естественно, с скиллом будет почти в 2 раза больше. И без сумок патронов и также этим скиллом можно проходить почти все дефишные хайсты абсолютно в соло. Если вы видели мое предыдущее видео, а именно билд, который ломает понятие дефиша, если вам интересно, то можете лиснуть чуть ниже. Этот билд будет также в плейлисте по идее второго. Так что лично по моему мнению, эта винтовка считается одним из самых лучших оружий для дефиша. Так как эта винтовка имеет еще 2 разных режима стрельбы, одиночными пулями и также очередями, что позволяет вам буквально за 1 секунду всадить в голову бульдозера буквально 10, потому что просто его убьет. Ну и соответственно дикие характеристики урона, стабильность и точности позволяют проходить все дефишные хайсты, как я уже говорил, в соло. И думаю, что многие из вас со мной согласятся и поддержат мое мнение. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться своим мнением и также впечатлениями в комментариях. Также, если у вас есть свой топ 10 самых любимых пушек для дефиша из основного оружия, также не забывайте ставить их в комментариях. И под конец этого видоса в качестве бонуса для вас я оставлю маленький кусочек видео, где я играл на втором аккаунте, и мне из дропкарт выпал старый сейф из Ассалт коллекции. Подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали, и заходите в нашу группу ВКонтакте и Стиме. А с вами был Хьюго, я вам желаю удачи и до скорой встречи в новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok